Подруги, привет и добро пожаловать на наш карантин! У нас очередной день самоизоляции И сегодня, находясь дома, я вам покажу, чем же питается в течение дня мой ребенок Очень много меня об этом просили, писали и в комментариях, и в сообщениях на инстаграм И сегодня котенок будет показывать вам, что же он ест в течение дня, да? Мы уже поправились, ребенок себя чувствует уже нормально И даже наши высыпания розеола, они практически уже, наверное, прошли За маленьким-маленьким исключением еще на животике Это означает, что он готов питаться, как обычно Мы уже вернулись к нашему режиму и наступило время завтрака До нашего завтрака, который обычно у нас 8 часов Ребенок, естественно, первым делом получает свою водичку То есть, как только он просыпается, мы с ним меняем подгузник И отправляемся на кухню за водой И ребенок, в принципе, со своего пробуждения первые, наверное, часик-полтора он пьет воду И плюс ко всему до завтрака он очень и очень недоволен Очень нетерпеливый, поэтому нам нужно приступать На завтрак у нас обычно каша Едим мы гречневую кашу Каши у нас, как правило, безмолочные То есть на молоке, пока я не готовлю кашу вообще Готовлю ее на воде И все, как только утром ложка попадает в рот Ребенок успокаивается и ест Какую кашу едим, покажу немного позже Потому что если я сейчас встану и заберу у него ложку То все, ребенок начнет кричать Утром, как правило, он ест с большим-большим аппетитом Потому как, естественно, всю ночь он спит Не пробуждаясь То есть у нас ночные кормления свернулись уже достаточно давно И утром он после своего 12-часового сна Просыпается с хорошим аппетитом Он не голодный удивительным образом То есть он не требует завтрак сразу после пробуждения Но когда мы к нему приступаем Он очень с большим удовольствием его и поглощает Порцию я делаю, в принципе, по его возрасту Воды я наливаю 200 мл И где-то приблизительно 4 ложки нашей каши Каша уже, я много раз говорила, у нас нутрилон Попробовали несколько вариантов Но это нам понравилось больше просто потому, что у нее один из самых чистых составов И гречка, она действительно на вкус как гречка То есть это просто перемолотая греча Мы уже попробовали овсянку флюоральпин Нам она не очень сильно понравилась Просто потому, что она как хлопья Будем пробовать от нутрилона И также мы попробовали уже кукурузную кашу Ну, а греча моя пока у нас в топе Ну, и в принципе, я сильно не экспериментирую Просто потому, что гречневая она по своему составу Витаминов и всего необходимого малышу Самая-самая богатая Потом у нас идет овсянка И потом уже все остальные Поэтому, собственно, гречей мы сильно довольны Ну, и ребенку она нравится Да? А если еще с бананом, то вообще класс Еще я в кашу добавляю желток яйца То есть мы пока что едим только четвертинку желтка Очень аккуратно и медленно его вожу Еще пару денечков, и мы уже сможем увеличить объем До половины И тогда две недельки еще буду давать ему половину желтка И дальше будем увеличивать до полного объема То есть это один целый желток Ну и в принципе я смотрю по его аппетиту Если ребенок после каши еще хочет есть А это я знаю по его крику и ору Тогда я еще ему даю ягодки Вот сегодня на всякий случай я порезала голубику Которую он сильно любит Если он пожелает ей закончить свой завтрак То ее дам Если нет, тогда мы уже остановимся на нашей каше с бананом Вот, покажу сразу быстро кашу Пока ребенок терпеливо ждет Вот такой кашей мы завтракаем Гречневая каша, ну трилон Что касается наполнителя каши для вкуса Я могу добавить любой, в принципе, фрукт Это могут быть ягоды Это может быть банан Это может быть, не знаю, ананас Манго Пюре из яблок с грушей Которые я, в принципе, ему делаю на перекус Ну, собственно, любой фрукт, который введен в рацион малыша Так тот я и могу добавить в кашу В зависимости от того, что у меня в этот конкретный день есть в холодильнике Но для вкуса я никогда не добавляю сахар Либо, не знаю, какие-то там еще химические какие-то штуки Хе-хе-хе Чего ты там улыбаешься? Зубики Так, ну все Кашу закончили Позавтракал Я думаю, что все Сегодня мы, наверное, обойдемся без ягодок Ягодки оставлю на наш перекус чуть-чуть попозже Поскольку ребенок не психует Дам ему еще витамин D Обычный его витамин D я ему даю после завтрака Его, кстати, он тоже с большим удовольствием принимает Так, давай, два Три, четыре, пять Все, пять Давай, анч Ну и, естественно, витамин D мы принимаем ежедневно До года это прям необходимость Так, держи Так, ну что ж, у нас 11 часов утра Папа там занимается немного орущим ребенком Ну, все дома, все на карантине А я буду готовить Рэму обед Часто вы меня спрашиваете про посуду, которую я использую для кормления Рэма Во-первых, если говорить про мисочки То в основном это манчкин В этом случае мисочка вот с таким вот носиком Здесь есть отверстие внизу, отверстие наверху Это отверстие предназначено для того, чтобы малыш мог выпить Остатки либо бульона после супчика, либо сока после фруктиков Эта миска для этой цели очень-очень крутая Но так как она очень приятная, очень устойчивая, не скользящая И в принципе емкость у нее, объем очень хороший То мы эту мисочку используем для всего Она в последнее время для нас самая-самая любимая Так что пюре сегодня положу именно сюда И ложки Ложки мы используем твист шейк Вот так выглядит эта ложечка Так, сейчас поближе Вы часто меня спрашиваете, что это за такая необычная ложка Как черпак В общем, это ложка серии Pastel Твист шейк продается на Озоне Беру и во многих других магазинах онлайн Можете их найти Швейцарская компания Очень качественные, крутые ложки Я сначала, конечно же, к ней привыкала Но когда привыкаешь, ты понимаешь, что лучшей ложки на свете нет Поскольку она идеальна для глубоких емкостей То есть она достаточно длинная И именно из-за того, что у нее есть вот здесь изгиб То есть она не привычная прямая ложка А именно как раз-таки как такой черпачок То очень легко из емкости как раз-таки набирать еду И давать малышу То есть она мега удобная Ну, как только мы попробовали эти ложки В моей руке, мне кажется, другой не было ни разу Так что берите на заметку Классная ложка Что же мы будем сегодня есть? Индейка у меня приготовлена В моей пароварке в блендере То есть я готовила сама В порцию кладу не более 50 грамм И смешаю два пюре Здесь у меня брокколи и тыква И также я начинаю вводить в рацион малыша горошек Здесь у меня также в блендере пароварки приготовленный горошек Ну, собственно, его малышу сегодня дам две столовые ложки Кстати, если говорить про посуду, блендеры, пароварки То, пожалуйста, девчонки, не забывайте наш розыгрыш Если смотрели последний мой выпуск Вы знаете, что я продлила этот розыгрыш еще на две недели В силу того, что сидим на карантине на почту не съездить Поэтому мы время тратить зря не будем Будем еще иметь возможность поучаствовать в этом розыгрыше В розыгрыше мы разыгрываем блендер пароварку от АГУ Также паильники от Манчкин 360 Большое количество для мальчиков, девочек и разных возрастов Поэтому тут вы тоже можете попробовать свою удачу И получить для своего малыша прекрасный паильник И комплекты посуды от Манчкин В которые входят у нас и мисочки, и чашечки, и ложечки, и вилочки В общем, здесь, наверху и внизу в описании этого ролика Оставлю для вас информацию и ссылки на наш розыгрыш В этом видеоролике вы можете посмотреть, что же мы разыгрываем И самое главное, что нужно сделать, чтобы принять участие Так что, смотрим, принимаем участие И вам обязательно повезет Куча! Если что, это папа-то поет Арс, поздоровайся с подругами, скажи привет Он склонил голову и удалился Рука-лицо Рука-лицо и удалился Ну, я надеюсь, вы насладились песней Бутер-бутер-бутер-бродик Почищу авокадо и добавлю, пожалуй, в это пюре авокадо Вот такая красота у нас получилась Я не стала авокадо прям в кашу в кашу Маленькие кусочки здесь есть Да, да, дракоша Увидел свою еду Да, сейчас будет тебе Погоди Ну, в общем, ребенок уже готов Есть, уже орет Вот так вот Ну что ж, первым делом у нас горошек Готов, пассажир? Ну, давай Кстати, я еду ему не грею в основном Потому что он любит все холодное Редко, когда я ему грею Ну, давай, горошек Бунгч Вкусно тебе? Ну, как тебе горошек-то? Ну, давай ложечку Бунгч И последнюю Давай, амч Амч Что еще даю ребенку на обед? Значит, у нас, если говорить про мясо Мы уже вели телятину, говядину, индейку, кролика И, наверное, пожалуй, все Рыбу пока еще не вводили Ну, просто потому что Не получилось Тут он заболел И я как-то В связи с карантином И дефицитом продуктов И невозможностью Хранить большое количество Решила рыбу пока отложить Следовательно Мы в морозилке И везде, где можно Храним ту еду Которую уже ему вели Это первое Значит, у нас всегда на обед Есть один из видов нашего мяса Которое мы мешаем с овощами Ну, вот как сегодня, например Я помешала тыкву, брокколи, авокадо Также могу взять там цукини Цветную капусту Что еще? Ну, в общем, любой овощ Который введен уже в рацион ребенка Также мы уже вели пасту Он еще не сильно понимает Что с ней делать во рту У нас паста, она в виде маленьких звездочек Поэтому я также ее замешиваю в пюре И когда вот такие кусочки пасты маленькие в пюре Ему более понятно Мы ввели рис И кинуа Которое я также добавляю к нашим пюре Кинуа прекрасный источник разных витаминов, белка И очень полезных веществ для организма человека Поэтому это тоже для нас очень хороший источник нутриентов Дай, давай, лучше И в пюре я также ему добавляю немного шпината Реже как-то мы едим там огурцы и помидоры Как-то ему не сильно они привлекательны Поэтому я как-то, не знаю, что-то я их оставила на заднем плане Но в принципе думаю, что в ближайшее время Также нужно как-то почаще ему давать такие свежие овощи Как огурец, помидор А, и еще мы ввели свеклу Свекла прекрасно помогает для пищеварения Поэтому также одним из овощей, которые у нас идут с мясом Это еще свекла Амамам Нет? Ну, может быть, амамам? Рэми, амамам? Нет? Ну, чуть-чуть Амамам? Амамам? Нет? Ну, Рэми Ну, давай Давай, сосу, маме А ты, амамам Давай Дурачься У нас еще, смотри, сколько много пюрешечек Давай, кушанька, ти Давай, его тут положим Когда поешь, тогда получишь свою сосочку Давай Ням-ням-ням Ты моя завищая обезьяна Давай Два зуба моих белых Давай Какого фига? Что, ушко? Надавил себе на ушко, да? Надавил себе на ушко Ну, что ж, друг мой Сам виноват Хотя не могу сказать, что майка у тебя почище Ну, да, ладно Нет? Что нет? А какать будешь? Нет? А пить будешь? Нет? А играть будешь? Нет? А в окно смотреть будешь? М? Будешь в окно смотреть? Я понял Так, у нас время нашего полника Ребенок получает фрукты, ягодки и всякую вкуснятину Значит, у нас тут голубика, киви и апельсин Вываливаю ребенку нарочно Просто, чтобы он учился ручками есть и попадать в ротик Значит, мы начинаем тренироваться есть кусочками Ах, большое переживание для меня, конечно Потому как сильно волнуюсь за малыша Пристально слежу, чтобы он, не дай Боже, не подавился Но, в общем, процесс должен начинаться И ребенок должен учиться Поэтому этим мы и занимаемся Ну, и плюс ко всему, это просто вкусно, полезно И вот такой вот вкусный десертик у ребенка Обычно, как правило, вот такие перекусы у нас фруктики Не могу еще дать ему творожок Но так как на ужин у нас кефир Также с манго То, в общем, я молочкой не переусердствую Даю ему чуть-чуть Вот все, кстати, в кармашек там отлично падает Вкусно? Вкусно? Кстати, кризис, наметели ребенка, я разделала сразу Потому что одежде конец ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Эта история безопасная, поскольку ведется дистанционно Вы занимаетесь дома и каждый день вам присылаются лекции присылаются задания и вы своим спортом и своим рационом занимаетесь дистанционно А следовательно, нет рисков заражения Поэтому присоединяйтесь ко мне Давайте все заниматься спортом заботиться о нашем здоровье берегите себя, своих близких оставайтесь вместе с нами дома и выполняйте все меры предосторожности предосторожности, если вы ходите из дома хотя бы погулять. На этом сегодня все. Мы с вами прощаемся и увидимся в следующем нашем видеоролике. Пока! Пока!